Ну, сегодня мы вас пригласили показать, как работает прививка, вакцина от минирующей моли. Ну, я по ходу расскажу. Сегодня есть наши представители, которые покажут, как делаются уколы, как идет сверление. И это сверление проделаны один раз, и можно пользоваться постоянно для проведения вакцинации. Ну, что такое минирующая моли, и почему мы делаем вакцинацию? Ну, согласно законодательству Украины, работать на территории городов, населенных пунктов запрещено препаратами. Можно работать только биопрепаратами. Инсектициды в городе запрещены. Поэтому пошли способом инъекции. То есть, это препараты, которые не вредны для организма, и они, попадая в ствол, растения разносятся по всему стволу, доходят до листовой части. И в этот момент, когда мы смотрим, когда фазы, минирующие моли, она откладывает свои яйца, проводим инъекцию. И на этапе развития яйца она погибает. Как часто надо сделать такие древности? Ну, по нашим, не по нашим, а по всему периоду, где-то 4 фазы вложения, они называются мины. Моль отлаживает где-то в 4 фазах эти мины. Ну, мы примерно определяем, когда должно быть, и до этого начинаем вводить инъекцию. В этом году, может быть, пятая инъекция. Ну, посмотрим уже по развитию. На сегодняшний день можно посмотреть, в каком состоянии французский бульвар. Где-то 1800 деревьев мы вакцинируем по всему городу. Это центр города. Есть 411 батарея, есть черемушки. В этом году также мы пробно попробовали, поработали по платанам, поработали по американской бабочке. По гусенице, то, что все говорят, что на голову падает. Эффект, конечно, очень хороший. За 2 инъекции была уничтожена американская бабочка. По платану тоже, кружевница, платановая кружевница. За 2 инъекции тоже был достигнут хороший очень результат. То есть это каждый год, 4 раза в этом году, может, 5. Каждый год это надо делать? Да, естественно, это каждый год. Но если постоянно, вот мы уже 3 года проводим эти мероприятия, и с каждым годом оно все лучше и лучше. В это время уже, ну, по нашим наблюдениям, в городе уже должны были, ну, каштаны, которые не обработаны, уже полностью стоят рыжие и отсыпаются листва. А вот достаточно этой вакцины? Вакцины, да, достаточно. Достаточно. Ее закупает город? Да, город выделяет финансирование, закупают. И это мы сотрудничаем с частным предприятием. Ну, конечно, это у них типа секретная технология, но все препараты разрешены ГОСТами Украины, которые применяются на территории Украины. А посредства можете сказать, сколько? Ну, одно дерево где-то выходит порядка, чуть меньше 1000 рублей.